В прошлом году на Олимпиаде был шестым, шестым беги на 1500 метров. Один из сильнейших бегунов мира, очень высокий результат имеет. Недавно в Глазго победил Бирген из Кении, 3.38-3.37, также участвует. Вот, вы его видите. А рядом Даниэль Комин. Уже на протяжении многих лет один из сильнейших бегунов мира, имеет личный рекорд из 3.30. В 2006 году на чемпионате мира в Москве занял второе место. Ну что ж, подготовлены здесь и пейсмейкеры, так что будем ждать. Ну вот еще один спортсмен, Колин Чебой из Кении, имеет летом 3.32.08, очень высокий. Но вот сразу скажу, что он бежал в Волгограде, там где бежал Смирнов, и Валентин Смирнов сумел обыграть его. Но Валентин Смирнов находится в хорошей очень форме. В Екатеринбурге 7 января пробежал еще 3.000 метров за 7.48. То есть подготовка очень солидная. И вот посмотрим Жофри Барусей и Алексей Чистов, заявленный у нас пейсмейкерами. И вот первый круг, они проходят 20 из 29, насколько я понимаю. Пока Смирнов, он в белой майке, в синях трусах, держится пока в середине группы за кенийцами. Но темп хороший, нам отмечают 42.37. Это 300 метров. Очень неплохая скорость. Ну и видно, собственно, даже потому, как растянулась группа, и группа очень приличная. Чистов, Чистов пока лидирует. 56 секунд. 400 метров. Хорошее начало. Ну что ж, Алексей, сколько сумеет провести? Вот, может, пока смотрите. 1.10.89. Конечно, да, мы привыкли все-таки к отметкам 400-800-1200. Но, тем не менее, потом можно будет проанализировать. Сейчас, может быть, нет. 1.24 с небольшим 600 метров. И провожая Чистов, за ним Барусей. Ну что, 800 метров, по крайней мере, проведет. Алексей хорошо бегает сам. И 1500 метров, и 3000 метров. И вот пока бежит очень грамотно, очень ровно. И вот сейчас 800 метров. Более половины дистанции уже пройдены. И сколько же 800? 800 метров, по крайней мере, за 1.54. 1.54, я слышу объявление. Очень хорошее начало. Сошел Чистов, и вот Барусей Кениец пошел вперед. Но, все-таки, он не самый сильный. 3.44 имеет личный рекорд в помещении, правда. И, ну, продолжает, все-таки, лидировать. Так, вообще-то, нет, виноват. В прошлом году он 3.33 пробежал. Даже на открытом воздухе просто в помещении он не бежал. Ну что, продолжает бег в хорошем темпе. Ну что ж, пока наши ребята вот отстают. Смирнову, конечно, может быть и поближе. Поближе надо быть. Но Смирнов выходит и пытается все-таки настичь. Немножко, может, трудно сейчас сказать, в каком состоянии. Но спортсмены из Эфиопии. Генебритхин впереди. Ну что же, наши ребята немножко как-то так... Этот быстрый темп немножко их смутил. Но Смирнов начинает все-таки подтягиваться потихоньку. Хотя это сделать очень нелегко. Ну, кстати, я напомню, рекорд соревнований 3.35.19 еще в 1996 году установлен. И вот Смирнов начинает все-таки подтягиваться. Высокий, может быть, результат. И вот смотрите, какой его результат. 3.34. И Смирнов вот уже остановился, не знаю, может быть, и тоже установил личный рекорд. Ну что ж, мощный, мощный забег. И Биргин как раз. Биргин. А, к сожалению, вот дали, видите, 3.35.27. То есть 0.08 до рекорда соревнований все-таки осталось. В этом сезоне 3.36.95 вчера Микисиу Корфури пробежал. Но, в принципе, лучший результат все-таки у Галина Раппа, который милю пробежал недавно 3.50.92 по ходу 3.34.78 секунды. Великолепный, конечно, результат для стаи растеребленного призера чемпионата Олимпийских игр в беге на 10 тысяч метров. Вот. Ну, а здесь результат, видите, 3.35.27. Второй результат сезона в мире.